Новый 118-й химический элемент таблицы Менделеева предложено назвать в честь ростовчанина. Заслуги академика Юрия Аганесяна в исследовании сверхтяжелых элементов отразить название Аганессон. Здравствуйте, в студии Артём Тарасов, повестка дня на Дону. С Днём Огурца! В Багаевском районе отметили самый хрустящий праздник. Смотрите, какие необыкновенные овощи и фрукты выросли в детских садах нашей столицы. Отучились не зря. Выпускники Южного IT-парка нашли своим проектом инвесторов. Нужно создать все условия для эффективного начала, для создания новых интересных стартапов в самых разных направлениях. Молодым у нас везде гуляние. Сегодня в России День молодёжи. Здесь красиво так всё. Прям видно, что праздник. Есть такой праздник День огурца. Станица Багаевская с давних времён специализируется на выращивании этого зелёного овоща, ставшего донским брендом. Своё первенство багаевские овощеводы закрепили в календаре новых праздников. Огурец со своим семейством. А за ними весь огород на площадь высыпал. Посмотрите, какие необыкновенные овощи и фрукты выросли в детских садах нашей столицы. Поздравить огуречную столицу приехали гости из многих районов области. Несмотря на жару, на площади весело приплясывали молодые овощеводы и огурцы всех калибров. Огурец, который многие воды приносит доход в каждую семью. Огурец, который знают и любят везде. Свежий, солёный, консервированный. Почётные гости под аплодисменты засолили бочку огурцов, а затем провели дегустацию уже готовых блюд. В меню нашлось даже огуречное варенье. Каждый мог попробовать изыски местных кулинаров и даже узнать рецепт. Хлебами с солью встречали гостей в казачьих куренях. Славен Багаевский район огурцами, а станица Ёлкинская особенно. День Багаевского огурца вошёл в реестр областных праздников. Такое желание было у Багаевцев прославить свой труд не просто огурцом, который поставляется во все регионы России, но ещё и учредить праздник. В течение дня зрители оценили конкурсы стихов, фотографий и поделок на огуречную тему. Смогли и сами сфотографироваться с зелёным героем праздника и просто отдохнуть с чувством гордости за свой овощной бренд, прославивший старинную казачью станицу. Вот как-то за последние годы образовались у нас продовольственные праздники. Ну, самый главный день урожая, хлебный день, день индейки, день ухи, день огурца Багаевского. И, говорят, будет день помидора. Ждём Татьяна Бочарова, Сергей Вишняков на Дону. Первые лица на Дону. Губернатор открыл презентацию проектов выпускников Южного IT-парка. Своей идеей инвесторам предложили четыре молодых предпринимателя. И сразу же подписали с ними контракты на общую сумму 15 миллионов рублей. Вот он, долгожданный момент жизни начинающего инноватора. Подписание соглашения с инвестором. Сергей Кузьминский придумал городской квест. Приложение для телефона, которое знакомит туристов со столицей Дона буквально с первых шагов. Приложение ему уже подсказывает, что ему нужно делать дальше, куда ему пройти, как ему пройти. И задаёт загадки, связанные с историей, на которые ему нужно найти ответ, находясь в определённом месте. Бизнес-ангел, так называют людей, которые финансируют стартапы, ставит свою подпись, не задумываясь. Ну, порядка миллиона рублей у нас инвестиция первичная составляет, поскольку приложение, мобильное приложение мы оценим как достаточно потенциально интересное, как для пользователей, так и для нас, как для инвесторов, с точки зрения получения прибыли. Бизнес-инкубатор Южного IT-парка за год вырастил полторы сотни стартапов. 15 из них воплотились в реальный бизнес. О развитии инфраструктуры поддержки высокотехнологичных проектов глава региона говорит с крупными инвесторами. Ростов-на-Дону в наше поле зрения попал несколько лет назад. Мы начали видеть отсюда очень много интересных, талантливых ребят, команд, которые попадают в наш инвестиционный фокус, при этом имеют достаточно серьёзные компетенции. Созданная на Дону программа выращивания бизнесменов позволяет быстро оценить рентабельность проекта. Нужно создать все условия для эффективного начала, для создания новых интересных стартапов в самых разных направлениях. Это всё более и более захватывает людей, но главное, что это всё больше и больше работает на экономику страны и региона. Третий набор резидентов Южного IT-парка уже идёт и завершится 1 августа. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Надону. Деньги дольщиков станут страховать. И если застройщик не выполнит свои обязательства по договору, вернут в полном объёме. Речь о суммах не больше 15 миллионов рублей. Изменяя в закон о долевом строительстве многоквартирных домов Госдума внесла в последние дни работы шестого созыва. Поручается Минстрою с 1 июля 2016 года введение единого реестра застройщиков, привлекающих денежные средства граждан на основании договоров по участию в СССР. Сведения о содержащихся реестра застройщиков будут являться открытыми, общедоступными и подбежать размещению на официальных сайтах по мощным федеральным органам предполагательной власти. Станут отслеживать и передвижение долевых денег в банковской системе. Для этого создадут спецсчета. Некоторые изменения вступят в силу уже 1 июля. А в целом закон заработает с нового года. Донское правительство первым в стране собрало за одним столом всех участников рынка автострахования, пригласив специалистов из Москвы. Оформление электронных полисов ОСАГО с начала следующего года станет для страховщиков обязательным. Такие полисы стали продавать еще в прошлом году. Но оформление договора в электронном виде не было обязанностью компаний. Новые правила помогут избежать очередей навязывания дополнительных страховок. Ведь страховщики не смогут ссылаться на нехватку бланков. У нас принято решение. Более того, прошел весь цикл подготовки законопроекта. Сейчас он находится над подписью президента по электронному полюсу ОСАГО, который будет не опцией, а обязанностью всех компаний, которые занимаются ОСАГО. Бесперебойность получения электронных полюсов обеспечит Банк России. Если клиенты будут жаловаться, страховщиков оштрафуют. Ростовская область – одно из первых в стране взялась за решение проблемы автострахования. Мы пригласили наших коллег из страхового блока Центрального банка Российской Федерации, Ассоциация автостраховщиков здесь присутствует, федеральная. Мы хотели бы наладить, прежде всего, коммуникацию между бизнес-сообществом, между страховыми организациями и, конечно, гражданами. Область – одна из первых, которая начала эти проблемы поднимать, решать. Я надеюсь, что сегодня это обсуждение, которое будет позволить найти решение. Со своей стороны, страховщики будут проводить мероприятия здесь для доступности услуг по увеличению количества и страховых компаний, которые представлены в регионе, и количества полюсов, которые они продают здесь. Бороться с навязыванием дополнительных услуг позволит так называемый период охлаждения. Водитель сможет прийти в офис компании и отказаться от страховок, которые навязал к полюсу ОСАГО агент. Екатерина Лободина и Юрий Санкин. На Дону. Ростов-на-Дону. Закрытая на капремонт 106-я школа примет учеников уже в сентябре. Ход работы оценил градоначальник. Школу буквально подняли с ноля. Кроме стен здесь все новое. Основные работы завершены. Осталось оформить фасад, покрыть спортплощадки и заасфальтировать подъездные пути. Оборудуют здесь и площадку для обучения правилам дорожного движения. Будет все абсолютно новое оборудование, новая мебель, интерактивные комплексы, два компьютерных класса. Абсолютно по-новому распределены блочные системы, учебные кабинеты. Строительная компания работает с опережением. Изначально открыть учебное заведение собирались через два года после начала ремонта, то есть только в декабре 2017-го. Ремонт дорог на левобережной улице Ростова должны закончить до конца сентября, пока автомобилистам придется терпеть неудобства. На 10 дней на участке левобережной полностью перекроют движение. Участок протяженностью 300 метров перекроют с 4 по 13 июля. Объехать его можно по трассе М4 Дон, Южный подъезд к Ростову, по участку А35, Восточное шоссе или через город. Автомобильная дорога будет перекрыта в связи с заменой водопропускной трубы, вот на месте, на котором мы сейчас находимся. Это связано с тем, что нужно полностью выполнить разрыв данного участка до дороги, проложить трубу и вернуть все в исходное положение, затем перекрыть асфальт. Асфальт на всей левобережной кладут по современным технологиям. Метод холодной регенерации заключается в том, что материал для основания полотна берется прямо под ногами. Эта машина-ресайклер снимает старое дорожное покрытие, к нему добавляют чебень, бетон, цемент, вяжущие составы и спецтехника тут же выдает новую бетонную плиту. По ней проходит каток и сверху кладут два слоя асфальта. Эта технология выгодна со всех сторон. Во-первых, мы используем существующий материал. Его не надо снимать, его не надо вывозить, его не надо утилизировать. С экологической точки зрения, потому что старый асфальтобетон, это были бы сейчас сумасшедшие горы, которые ближайшие загрязняли бы экологию. Прочность такого основания подтверждается на улице Цезаря-Кунникова. Там 18 лет назад уложили первую такую плиту. И с того момента меняли только верхний слой асфальта. А основание по оценкам дорожников прослужит еще не один год. После методом холодной регенерации в Ростове отремонтировали дороги на Доватора, Малиновского, Армянской и Фурмановской. Галина Горлова, Юрий Бабенко, Надону. За эту ночь выпускники становятся вчерашними школьниками. Раз в год Ростовская набережная закрывается от прохожих и до утра принадлежит только выпускникам. В эту ночь выпускники полностью забывают про учебу. Но ректоры забыть не дают. Тут же начинают борьбу за абитуриентов. Поднимите руки повыше и мы узнаем, что вы хотите учиться. О, молодцы! Ну, считайте, что приказы уже готовы. Те, которые плохо сегодня будут вести, военком присутствуют здесь. Вы должны каждый день доказывать, что вы самые хорошие, что вы самые успешные, что вы достойны жить в этом городе. И знайте, город Ростов будет вас всегда ждать. Город Ростов будет гордиться вашими успехами. В добрый путь! Праздничное настроение поддерживали ведущие музыкального телеканала Нелли Ермолаева и Слава Никитин. Может быть, кто-то хочет сказать спасибо человеку, у которого все время постоянно безостановочно вы списывали. Есть такие люди, у которых вы списывали? Не говори про себя. Не буду, не буду. Но один из самых известных выпускников 80-й ростовской школы напомнил, главные в этот день – незнаменитые гости. Здравствуйте, а можно селфика с вами? А то вы все у меня просите селф, я и пусть с вами, ладно? Одноклассники Лиза и Игорь – вот уже 9 месяцев еще и влюбленная пара. После выпускного он уедет, она останется. Но оба уверены – расстояние чувства не остудит. Хочу в летное поступить в Ульяновск, успешно закончить его, стать пилотом гражданской авиации. А я буду обучаться на программистах. Не так интересно, как пилот, конечно, не так интересно. Подарком для молодежи стало выступление рэпера «Мода». Артиста выбирали сами, голосовали два месяца. Хотя и сами за него спеть могут. Интерактивные площадки растянулись вдоль набережной. Все для того, чтобы выпускники сделали запоминающуюся фотосессию. Мария Филинкова, Олеся Слунько, «На Дону». Выпускные вечера «На Дону» по традиции прошли под знаком трезвости. За три года действия поправок в областной закон о запрете розничной продажи алкоголя в дни детских праздников положительный эффект отмечают как родители, так и полиция. Статистика главного управления МВД по Ростовской области показывает, что только за пять месяцев этого года на 30% сократилось количество происшествий, в которых участвовали подростки в состоянии алкогольного обвинения. Мне кажется, цифры говорят сами для себя. Под знаком трезвости, кроме выпускных, проходят последний звонок, День защиты детей и 1 сентября. Сегодня страна отмечает День молодежи. В Ростове праздновать его начали еще в субботу. На набережной можно было принять участие в литературном флэш-мобе и прочитать строки из Евгения Онегина, сделать селфи со звездами сериала «Молодежка» и записаться в волонтеры Мундиаля. Организатор праздника – областной комитет по молодежной политике. И так 30 раз. Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отжался бы и больше. Времени не хватило. Можно было бы еще, но нам же еще работать, все площадки нужно было пройти. Чтобы посмотреть все и часа мало. Вот поисковики рассказывают о найденных трофеях. Рядом пункт приема на службу по контракту. Атмосфера на набережной действительно праздничная. Несмотря на жаркую погоду, тысячи ростовчан решили отметить День молодежи именно здесь и не прогадали. Можно попробовать свои силы в науке и творчестве, оценить работы юных художников и фотографов. Спортивные площадки работают с 10 утра. Здесь же заявки принимает волонтерский центр. Добровольные помощники Мундиаля записываются каждые 10 минут. Спортивный дух поднимают профессионалы. Для них это интересно, для меня это интересно. И для людей, в принципе, интересно это посмотреть это все и проникнуться баскетболом. На площадке для воркаута ребята демонстрируют мастерство на брусьях. Парадом проходят молодые семьи. Интересное занятие мог найти каждый. Нравится сама здешняя обстановка. Здесь красиво так все. Прям видно, что праздник. Очень много мест, где можно пофотографироваться. Фонтан. Очень красивое место. Каждый год добавляются новые какие-то интересные площадки. И количество молодежи с 10 часов утра, уже десятки тысяч прошли, как не должили наши организаторы. Завершил вечер концерт лучших групп Ростова. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Надану. Вот были люди в наше время не то, что нынешнее племя. Во все века звучало, вот в наше время молодежь была совсем не такая, как сейчас. Мы и старших уважали, одевались прилично и музыку хорошую слушали. Так какой же должна быть современная молодежь? Что по этому поводу думает Ростов-на-Дону? Молодежь должна быть веселой и надежной. Понятно? И смотреть в будущее, а не назад. В какой-то степени спортивной, ну в плане, что вести здоровый образ жизни. Молодежь должна быть современной. Здоровой, целеустремленной и счастливой. Активная, радостная, в первую очередь, позитивная. Для того, чтобы, наверное, желание было развиваться, растить. Патриотичная, в первую очередь воспитанная, хорошо образованная. Красивая, веселая, счастливая. В Константиновске открыт проезд по мосту через Дон. До ремонта довели сильные дожди. Они смыли часть дороги вместе с асфальтом. Добраться до райцентра стало серьезной проблемой. Необходимо было проехать до аварийного места, пройти потом пешком около 100-150 метров. А в первые два дня аварии, это было около километра. Особенно тяжело было жителям, которые выезжали в областную больницу на лечение, инвалидам. Чтобы приступить к восстановлению, пришлось ждать, когда закончатся дожди и просохнет грунт. Просто засыпать яму землей и залить асфальтом было нельзя. Мы приступили к полноценной вывозке грунта, который был обрушен. Устроили основание под насыпь, сделали каменную наброску, закрыли ее материалом, водонепроницаемым, и начали возводить земляное полотно. Больше ЧП не повторится. Здесь установили бортовой камень, который обеспечит водоотвод. К охране природы все больше привлекаются общественные экологические организации. Минприрода им провело для них семинар-совещание. Общественникам проще донести до людей за чистоту воздуха или реки, отвечает каждый. Сделать город или село чистым и зеленым можем только мы сами. Чем, например, давно занимается эко-кружок в селе Жуково-Татарском. Создание микрозаповедника для орнитофауны, то есть для птиц водоплавающих, у нас пруды. И вот мы такой проект разработали и предложили его районной администрации. Ну, как бы в дальнейшие планы они внесли. В 2017-м, объявленном Годом экологии, стартует марафон продвижения экоразвития на Дону. Организаторы ждут инновационных проектов охраны и восстановления природы. Маловодие, за которое мы отвечаем, за которое наш губернатор обратился к президенту. Вы знаете, что воды недостаточно. Вот, конечно, это проблема номер один. Самых активных общественников наградили за вклад в повышение экологической культуры населения почетными грамотами Минприроды. В Зернограде в этом году начнут строить новый водовод. Из-за высокого износа старого только за июнь произошло 8 порывов. Минжекаха не исключает новых аварий. Во время латания дыр воду давали по графику. Утро-вечер. Тем, до кого она так и не дошла, подвозили на автоцесернах. Нам привозили раз в день воду. Я не знаю, откуда они ее привозили. Когда мы дополнительно попросили, в обед не все приходят люди с работы домой, чтобы где-то часика 6-7 нам не привезли воду. Объяснили, что у нас всего одна машина в городе. Для зерноградцев отключение воды явление обычное. Водопровод, запущенный в 1983-м, сильно износился. После последнего порыва краны многих горожан обезбожены 10 дней. Сегодня то, что все делается, все делается, так сказать, латание дыр. Это мероприятие проводится именно водоканалом за счет производственной программы. В момент этих мероприятий, понятно, работы проводятся с сниженным давлением. И где-то, может быть, на верхних этажах или в дальних точках у людей воды, конечно, нет. До ноября пройдут подготовительные работы. Выделят деньги, найдут подрядчика и проведут публичные слушания. Сначала заменят наиболее аварийные участки общей протяженностью почти 4 километра. Мы сегодня начинаем работать по такой очень ускоренной схеме капитального. Мы сокращаем сроки начала старта по строительству нового водовода. И они должны начаться не в 2017 году, а в 2016. Завершат строительство водовода длиной почти 60 километров за три года. Из областного бюджета на него потратят более полутора миллиардов рублей. Также Минжи-КХ обещает отремонтировать к 2018 году дряхлый городской коллектор. Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Нудану. В Новошахтинске перезахоронили героя Великой Отечественной. Его останки нашли за 2000 километров от Донской земли, Псковской области. И теперь уже навсегда привезли на родину. Только спустя 73 года родственники летчика стрелка Слепченко узнали о его судьбе. Долгое время надеялись, а вдруг жив, похоронку то не получали. 18-летний рядовой успел отличиться, награжден медалью за отвагу. Она и помогла вернуть героя в родные места. Благодаря поисковикам в Псковской области были найдены остатки штурмовика, в котором находились останки Николая Георгиевича Слепченко. По номеру на медали удалось установить личность этого героя. Штурмовики Л-2 сбили в октябре 43-го над Псковскими лесами. Инна Кузнецова, родная сестра рядового, брата почти не помнит. Тогда ей было три года, но всю жизнь искала без вести пропавшего. Потом стал помогать сыну. Делали запросы, по-моему, или два, или три запроса делали. А ответ один и тот же проходил, что самолет не вернулся, пропал без вести. Легко на душе, что я для мамы сделал, вот это привез, все, дождалась она его. Ну и приятно, что дома уже. Тяжело. Теперь останки летчика покоятся на Аллее Славы рядом с братской могилой. У новошахтинцев появилось еще одно мемориальное место, куда можно прийти и сказать спасибо за победу. Юлия Карасюк, Сергей Вишняков, Надан. О других событиях области сообщение с мест. Капремонт детской горбольницы Новочеркасска проконтролировал мэр. Комплекс «Б» уже готов и работает. А в комплексе «А» сделали крышу, вставили окна, заменили систему вентиляции. И сейчас отделывают здание внутри. Мы планируем в этом году закончить капитальный ремонт детской больницы и приступить к проектированию капитального ремонта инфекционной больницы. В ветхом здании инфекционки еще до революционной постройки сначала планируют заменить котельную. А о капремонте речь пойдет, когда больницу вернут на баланс города. Ведь последние 10 лет она в областной собственности. Сейчас готовят документы. К разъезду за Кадычное в Матвеево-Курганском районе наконец появится автомобильная дорога. Пока сюда ведут только рельсы. Уже готово глиняное дно, формируются бордюры и ливневый сток. Это для нас дорога жизни, если честно сказать. Приедьте сюда, пожалуйста, в октябре или в ноябре. Здесь танки не пройдут. Здесь ужас, что творится. До ужаса обещают не доводить и сделать дорогу к концу лета. 11-летняя Алина Макарова добыла для Сальска победу в открытом первенстве Батайска по гребле на байдарках и каноа. Она взяла золото в одиночке на дистанциях 200 метров и 2 километра. Когда я с ней познакомилась, я сразу поняла, что ребенок волевой, целеустремленный. Если направить ее в нужное русло, она может много чего достичь. В прошлом сезоне в Батайске Алина выступила неудачно, перевернулась. А в этот раз победила соперниц на год старше себя. Во вторник, в четверг и в пятницу у меня утром тренировка, а все остальные дни вечером. Теперь Алина готовится к следующему старту. 8 июля в Каменске. Спорт на Дону. Новость, которую ждали с нетерпением и получили из твиттера Василия Голубева. Курбан Бердыев, ранее давший предварительное согласие губернатору, подписал новый контракт с футбольным Ростовом. Рассчитан он на два года. В то же время наш клуб провел первый контрольный матч на сборе в Австрии и сыграл ничью 2-2 с венгерским клубом Уйпешт, занявшим в своем чемпионате шестое место. А голы у нас забили Думбия и Полос. Следующая тренировочная игра завтра в 16 часов с Чешской Славией. Гонбольный Ростов-Дон, хотя и стал в первенстве страны вторым, сыграет в Лиге чемпионов. ИГФ предоставила нашему клубу, поразившему Европу своей красивой и мощной игрой, вайлдкарт, причем даже не в отборочный раунд, а сразу в групповой. Коллекционные раунды будут начнуться в начале сентября, там, 10-го, 11-го. И нам, конечно же, было очень важно, чтобы мы в них не участвовали. Почему? Потому что у нас на сегодняшний момент 8 человек находятся в расположении сборной команды России, готовятся к Олимпиаде в Рио. Таким образом, впервые в истории нашу страну в Лиге чемпионов представят сразу два коллектива – Ростов-Дон и чемпионка Астраханочка. Пока в группы отобраны 13 клубов, еще три путевки разыграют 12 команд. Соперников по группе узнаем после жеребьевки 1 июля. Завтра на Дону. В шахтах стартует первенство России под Хэквондо. По его итогам сформируют сборную России для участия в первенстве Европы. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи на Дону. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден.